На сессии пропала память, просто полгода стерлась. Я проводил тренинг в Астане, и ко мне звонит девочка и говорит, вы не могли бы принять мою маму? Я говорю, я ее не могу, потому что у меня с утра тренинг, а вечером я улетаю уже в Алмату. Ну с утра, пожалуйста, там, а тренинг начинается в 10. Я очень не люблю просыпаться рано, я говорю, ладно, приезжай к 8, чтобы у нас был хотя бы там час, чтобы поработать, и потом уже готовиться к тренингу. Я приезжаю к 8, они приехали чуть раньше. Вообще люди, у которых большие проблемы, приезжают всегда на сессию немного заранее. Немного, ну на полчаса, на 30 минут, когда, ну надо когда-то прям. Мы стоим в коридоре, нам еще пока аудиторию не открывают, организатор пошла за ключом. Я говорю, с чем вы пришли? К маме обращаюсь, и мама говорит, ну у меня вот онкология была, и я поехал в Корею, мне грудь отрезали. Я на нее смотрю, думаю, еще про себя отметил. Она как-то говорит, как будто соседу какому-то отрезали грудь, а она типа, ну нормально, не стресс. Вы как все чувствуете, там начал ее спрашивать, и она говорит, у меня все хорошо, просто грудь отрезать. И это очень странно, когда за течение получаса человек немножко отстраненно говорит о такой проблеме для него важной. Это вот, знаете, как в том фильме, что воля, что неволя, все равно. То есть человек живой, но он не живой. Вот это и есть депрессия. И аудиторию открыли, я говорю, заходите. Она зашла, я маму поставил напротив дочери, и маме говорю, дыши. А я дочке объясняю, потому что всегда, когда ребенок приводит маму, иногда они хотят почему-то видеть вот этот весь процесс. И если честно, меня эта ситуация спасла в том плане, что дочка видела, что я с мамой ничего не делал. И я дочке объясняю, вот смотри, у мамы там левое плечо ниже, правое там этот, то есть начинаю, ну вот про психосоматику, насколько влияет, объясняю. А маме говорю, сделайте глубокий вдох, выдох. И сейчас я скажу такую вещь, она немножко эзотерична. Стоит мама, а я с дочкой разговариваю, и я боковым зрением, периферийным, вижу, как будто из маминой головы, как будто аэрозоль пустили, и вот так облачко такое. Может быть, это мои фантазии какие-то, да, я не спорю, но если вы с этим сталкивались, тоже напишите. А я разговариваю с дочкой, поворачиваюсь с мамой, я про себя думаю, что-то должно измениться, но не может же просто так это облако уйти. Я говорю, что вы чувствуете? И она вот стоит, у меня ощущение, как будто у меня груди нету. Я говорю, что еще чувствуете? Там руки, ноги, там на лице, у меня как будто груди нету. Я говорю, ну у вас нет груди, ну дальше рассказывайте, мы же об этом уже час разговаривали. Как нету? И она руку засовывает себе туда, где грудь должна быть, под протез, а у нее, ну протез там уже. И она начинает рыдать, она просто ревет. И из-за того, что это все затянулось, мы уже 10 часов, люди стали подходить, да, то есть я дочери говорю, я ее вообще пальцем даже не тронул. Я говорю, все, забирай маму, мне надо работать, у меня люди. И они быстро-быстро ушли. В обед звонит дочь. Она говорит, я не знаю, что вы сделали, но мама последние полгода жизни не помнит. Мама не помнила свою жизнь с момента операции. У нее вот эти полгода вообще вымыло. Это защитная функция ума, наверное, да, для того, чтобы не впадать в стрессы глубокие. Оно просто так блокируется, и ты ходишь сам не свой. У них нет вкуса жизни, но визуально они как будто не стрессуют. Это тогда, когда в этот стресс подавлен, он внутри. И человек постоянно его хочет подавить, сделает вид, как будто все хорошо. И она говорит, что мне с ней сделать с мамой? Папа приедет, я буду переживать и так далее, да. Я говорю, ты знаешь, я с ней на расстоянии буду работать, а ты очень напиши, когда все отпустят. Потому что у меня самолет, я говорю, у меня в 11 часов вечера, по-моему, в 9 часов вечера. И после три года я поехал в аэропорт, вот перед вылетом я ей напишу, я говорю, как дела, как мама? Она говорит, мама все вспомнила, большое вам спасибо. И такие случаи тоже бывают, то есть прям пропала просто память. И это можно подумать, что это сказка какая-то, может, что это я там что-то выдумал, но это то, что я видел. То есть это облако реально было, память у человека реально пропала. Память пропадала несколько раз, это у нескольких человек за всю мою практику. У трех женщин пропадала просто память. У одной, по-моему, выпало прям лет на 5, вот это вот стирается, и потом нужно время, примерно 12 часов надо для того, чтобы память вернулась. Это, ну, психика так срабатывает, я не знаю, как бы, природу этого явления. Почему? Потому что я этого сильно так не изучал, но я эмпирически путем, опытным, понял, что это нужно 12 часов. И 12 часов надо, чтобы тебя родня не убила. Типа, что ты наделал, да? И это всегда очень ответственная такая штука. И очень многие говорят, что профессия психолога, она говорит, не мешки ворочать, там, да? Ответственность вагон просто. И при этом ты ничем не защищен. Профессия психолога – это очень ответственная работа, потому что ты работаешь с душой человека. Это, наверное, самое ценное, что у человека есть. Вынь душу, и человека нету. То есть вы же видели людей, да? Он вроде живой, а его нет. Поэтому будьте счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok